Здравствуйте, меня зовут Ольга Емщикова. Я уже 20 лет лечу зубы. Я знаю, как делать это без боли. Я умею наводить мосты и разбивать зубной камень. Я расскажу вам, какие зубные щетки не надо покупать и как надо правильно убивать нерв. В общем, мне все по зубам. Существует немало способов сделать улыбку блистательной. Виниры, коронки, брекеты. Но не каждый захочет крепить к своим живым и здоровым зубам какие-то посторонние конструкции. И тут на помощь приходят капы. Но не боксерские, а ортодонтические. О них сегодня и поговорим. Наталья Балясова, 31 год. Менеджер в крупной торговой сети. Несколько лет назад из-за неправильного прикуса у нее начались проблемы с чувствительностью зубов. Кроме того, они стали подвижными. Коррекцию брекетами женщина не рассматривает, так как боится, что из-за них не сможет широко улыбаться и нормально говорить. Чтобы принять решение о лечении, сегодня Наталья пришла на прием к доктору Ямщиковой. И сегодня Наталья у нас в гостях. А помогать решать ее проблему мне будет моя коллега, кандидат медицинских наук, сертифицированный специалист по лечению несъемными капами, Рублева Ирина Александровна. Я даю ей перчатки, маску и держу инструменты. Наталья, скажите, почему именно несъемные? Как бы брекеты же, вот такое распространенное понятие, и все как бы, когда говорят об изменении прикуса, все обычно говорят о брекетах. Ну, в 31 год я как-то не готова довесить брекеты. То есть неэстетично? Да, неэстетично. Не хочется? Не хочется, и есть плюсы у капы еще свои. Ирин, посмотрим? Хорошо. Сожмите зубки. Глазите. Еще разочек открываете. И закрываете. Мы у пациентки наблюдаем нарушение прикуса, называется дистальная окклюзия. Нарушение положения верхних резцов, а не в днемном положении. И, скорее всего, дистальная окклюзия именно сформировалась тем, что нижняя челюсть сместилась назад из-за того, что верхние резцы наклонились также внутрь. У нас есть ее готовая модель. Мы же, наверное, можем показать? Да. Мы видим дистальную окклюзию. Верхние резцы наклонены внутрь. Поэтому наша задача выровнять верхние резцы, нормализовать их положение. И тогда мы уже будем наблюдать за положением нижней челюсти. Скорее всего, если мы расслабим одновременно мышцы, пациентка пойдет к врачеву стопату, будет заниматься лечебной миогимнастикой. Очень часто бывает нижняя челюсть выходит в свое правильное положение. Поэтому здесь у нас будет двойной эффект. То есть мы и нормализуем положение зубов, делаем красоту для пациентки, и в то же время восстанавливаем правильное положение нижней челюсти. То есть двойной эффект и двойная польза. Да. И что мы можем предложить? Ей брекеты она не хочет. Мы можем предложить лечение съемными прозрачными капами, которые она будет менять каждую неделю на весь срок лечения. Это один из вариантов съемных кап. Существует множество разных вариантов кап, но принцип у всех одинаковый. Нужно учитывать положение зубов, и в дальнейшем, учитывая положение зубов, наклон зубов, размеры челюстей, мы можем переместить зубы в правильном направлении, и это будет заменой брекет-системе. То же самое, что мы можем делать с помощью несъемной аппаратуры. Но они такие тонкие, брекеты, они такие вот железные, они приклеиваются на зубы, на них одеваются резинки. Понятно, что проходит какой-то процесс. А вот это вот всего лишь тонкая такая пластиковая пластинка. Каким образом вообще мы сможем что-то изменить? Каждая капа меняет положение зубов, потому что предварительно на модели, в виртуальной или реальной, в зуботехнической лаборатории, и сам техник вырезает каждый зубик и перемещает этот зуб в правильное положение. И тогда каждая капа будет выравнивать зуб так, как запрограммировал доктор. Вот у нас есть наша классическая ортопантомограмма. Да. Классическая ортопантомограмма для ортодонта, она важна просто, чтобы не было очагов воспаления. Предварительно полностью идет санация полости рта, и в дальнейшем мы уже приступаем к лечению. Еще у нас есть вот такой очень красивый снимок. Это снимок называется теленгенограмма в боковой проекции. На этом снимочке мы можем рассчитать размер верхней челюсти, размер нижней челюсти, положение губ мы даже можем увидеть, профиль, наклон резцов верхних, нижних. И здесь при расчетах мы видим наклоны как раз верхних резцов, нормальное положение нижней челюсти, поэтому наша задача из нормального размера нижней челюсти из ретро-положения вывести в правильное положение. Также мы можем еще привести функциональные пробы, насколько мы будем нижнюю челюсть выдвигать вперед. Существует такая проба, проба Эшлера-Битнера. Мы можем ее сейчас вместе провести на пациентке. Дальше мы тренируемся, пробуем нижнюю челюсть выдвинуть немножко вперед. Вот на миллиметрик, да, до контактов с верхними резцами они у вас немножечко. И вы видите, да, меняется профиль, то есть лицо становится более гармоничное. Мы посмотрели, что нижняя челюсть занимает заднее положение. Закрываем зубки и теперь просим пациентку выдвинуть нижние зубки чуть-чуть вперед, теперь назад. Все, замрите, замкните губки. Это называется проба Эшлера-Битнера. То есть вот как раз идеальная шея, красивая лебединая, да, шейно-подбородочный угол изменился. Он улучшился, профиль улучшился. И, соответственно, мы уже знаем, как планировать дальнейшее лечение. А вот на лечении несъемными капами есть ли какие-то ограничения? Сейчас ограничений практически нет, потому что уже 3D-технологии, 3D-перемещение зубов настолько это все, процесс пройден и пролечен на более трех миллионов пациентов. И большой отдаленный результат, да? Да, отдаленный результат уже больше 20 лет, это метод лечения съемными капами. Поэтому результатов очень много и положительных результатов много. Поэтому мы можем смело рекомендовать лечение. Вы нам рассказали, какие методы исследования применяются. И сейчас мы посмотрим, как это происходит на самом деле. Я держу этот фотоаппарат, потому что самым первым этапом в лечении лайнерами обычно является фотопротокол. Поэтому, Ирина, я ваш ассистент. Вот ваш фотоаппарат. Пожалуйста. У нас, наверное, будут какие-то приспособления дополнительные. У нас есть специальная серия ретракторов. Специальные ретракторы для фотографирования. Так, открывайте ротик. Сожмите зубки. И теперь мы делаем фотографии во фронтальном отделе. И теперь мы начинаем анализ у нас во фронтальном отделе. Теперь в боковом. Далее мы делаем внутриродовые фотографии. Еще есть специальные ретракторы. Да, можно один убрать. Вот эти убирайте. Вот эти убираю. Хорошо. Есть специальные. Аккуратненько. Вот так мы убираем губу. Открывайте немножечко. Язычок. Делаем внутридородие. Целый процесс. Целый процесс. Целый искусство фотографий. Нижний можете сейчас пока убрать. Открывайте. Это целый процесс. А еще только начальный этап. Да, поэтому мы фотографируем. Также нижние зубки. Сейчас я убираю верхний. Ставлю нижний. Закрываем. И заносим в базу фотографиями пациента. Ну вот, фотографии мы сделали. Проанализировали. Следующий этап мы снимаем слепки для изготовления диагностической модели. Я правильно понимаю? И для диагностической модели, и для того, чтобы уже отправить в лабораторию, в 3D-лабораторию для сканирования этого оттиска. Я для себя предпочитаю иметь две пары. Одну реальную модель, а другая будет виртуальная модель, которой я буду уже на компьютере с программой, с расчетами все анализировать, план лечения, перемещение зубов. И в то же время у меня будет реальная модель, как я буду видеть не в 3D варианте. То есть покрутить руками, постучать. Я так понимаю, что ортодонтия любая, в любых ее проявлениях в плане лечения, там элайнеры ли, брекеты ли, это такая четкая математика, прям жесткая математика, потому что все основывается на каких-то расчетах. 80% ортодонтического успеха лечения – это правильная диагностика. Если мы поставили правильный диагноз, соответственно, мы можем уже составить правильный план лечения. Иначе есть неправильная диагностика, то все наше лечение, какая бы ни была технология, капы, брекеты, золотые брекеты, внутренние, наружные – это неважно, потому что неправильный план лечения из-за того, что неправильно поставлен диагноз. Ну что, наш слепок? Ну, все готово. Так что все легко и просто. Так, на основании этого слепка мы отливаем диагностические модели. И на этих моделях потом, значит, вот это вот все рассчитываем, тоже в том числе. Вот мы отлили модели. Вот так вот выглядят челюсти нашего пациента. И так выглядят его зубы. Мы сделали это для того, чтобы провести анализ размера, формы и еще дополнительные какие-то характеристики зубов нашего пациента. Например, Ирина, это считаем пропорциональность фронтальных зубов, верхних и нижних. То есть мы учитываем размеры верхних резцов, особенно нижних резцов, потому что это самая вариабельная форма и размеров всех зубов. А конкретно мой случай можно исправить этими капами? Да, Наталья, в ваш случае можно исправить прозрачными капами. Мы будем планировать расширение верхнего зубного ряда, нормализацию наклона верхних резцов. И дальше за счет разобщения естественной толщины верхней и нижней капы, скорее всего, нижняя челюсть сама потихонечку будет занимать свое правильное положение. В процессе лечения мы сделаем клинчек, посмотрим, как нижняя челюсть заняла свое правильное положение, не заняла. Может понадобиться дополнительное функциональное обследование. И тогда уже в дальнейшем мы, достигнув правильного положения нижней челюсти, мы будем закреплять этот результат, уже окончательно перемещать зубы под правильное положение нижней челюсти. У меня есть очень красивые прикусы, совсем неправильные. Вы нам скажите, можно ли их исправить? Хорошо. Вот такой прикус. Что вы про него скажете? В данном случае у нас глубокая резцовая окклюзия. Верхние резцы перекрывают нижние больше, чем на одну треть. Мы видим также скученное положение как верхних, так и нижних зубов. И вестибулярное положение бокового резца. Это будет очень видимый эффект, когда с помощью съемных кап будет каждый зубик разворачиваться, перемещаться на свое место. И каждая капа дает перемещение четверть миллиметра. И тогда у нас будут идеально ровные зубные ряды. Вот здесь вот такая скученность, я вижу. А нам ничего не надо удалять? Здесь нужно спланировать правильное перемещение зубов. Если мы спланируем, каждый зуб поставим на свое место, посмотрим, что с зачатками с восьмых зубов, скорее всего, их надо будет удалять, и тогда мы сможем достигнуть правильного положения всех зубов и без удаления. Это фантастика. Есть случаи, когда и с удалением, если совсем большой дефицит места, но при этом, когда мы удаляем зубки, то полностью закрываются все промежутки, и никто, кроме самого пациента, никогда не догадается, что какие-то зубы были удалены в процессе ортодонтического лечения. Вот еще у меня есть такой... Здесь как раз, наоборот, верхняя челюсть, верхние зубки в ретрузии. То есть нам нужно в данном случае... Здесь называется в целом окклюзия мезиальная окклюзия, когда нижний зубной ряд, нижняя челюсть смещены вперед. Обратная резцовая окклюзия. Нижние резцы находятся впереди от верхних резцов. В данном случае тоже мы можем изменить положение верхних и нижних резцов, сделать как раз разобщение зубных рядов, расставить зубки по своим местам. Вообще технологии совершенно уровня фантастики. Я так понимаю, что одним из механизмов – это давление, и, соответственно, капы, которыми мы это делаем, они должны плотно прилегать к зубам, да? Да. Вот наши капы. Капы прилегают плотно к каждому зубу со всех сторон, и за счет заложенного заранее эффекта перемещения зуба на четверть миллиметра мы можем достигнуть этого перемещения. И чем хороши капы, что если на брекет-системе может быть отдача, то есть, как закон Ньютона, да, сила действия, она силие противодействия. То есть, если тянешь зуб в одну сторону, то отдача может быть на другую сторону. Поэтому при лечении брекет-системы нужно спланировать заранее, какие зубы будут опорные или какие-то мы дополнительно опорные элементы вводим. Тогда как на капах у нас получается опорой уже весь зубной ряд, потому что он в капе полностью уже соединены зубки. И мы можем на капе спланировать перемещение только одного зуба, тот, который мы хотим сместить, тем самым контролируя нежелательное перемещение зубов. А вот я сейчас вижу это на модели, как одета капа. А как это будет выглядеть, когда это оденет человек? А вот как это, когда капу одевает человек во время лечения? Мы сейчас вам покажем. Я держу в руках целую коробку кап, которые приехали для лечения нашего пациента. Их тут 40 штук. И мы начнем с самой первой. И мы покажем ему, как ее одевать, как он спросим, как он будет себя чувствовать, и вообще, как у него ощущения. Ирина, пожалуйста, вот первая капа. Вот они, прозрачные капы. Верхняя, нижняя. И вот это все, это и есть все лечение? Пациент каждую неделю меняет капу. Уже можно раз в неделю. Раньше были рекомендации каждые две недели менять. Сейчас можно уже раз в неделю менять. В этих капах можно улыбаться, разговаривать, пить воду. То есть жить полноценной жизнью. То есть мы меняем капы каждую неделю. А пациент это делает сам, или он приходит к доктору для этого? Пациент это делает самостоятельно, а к доктору на осмотр приходит раз в полтора-два месяца. Ну что, вы посмотрели, как одеваются капы? Да, выглядит достаточно просто. Тогда у нас для вас сюрприз. Поскольку вы уже были у нас на предварительном приеме, мы приготовили для вас ваш комплект кап. И сейчас мы их на вас наденем. Давайте. Вот ваши капы. Целый, вообще целый мешок практически. Вот их очень много. Они разные, как я понимаю. Мы начинаем с первой. Да, начинаем с первой капы. Предварительно фиксируются атачмины. Небольшие кнопочки на зубах, за счет которых они абсолютно прозрачные. Их никто не видит. Пациент может немножко их чувствовать. За счет этих кнопочек усиливается давление на зуб. И происходит его перемещение в правильном направлении. Открывайте. Нажмите. Для того, чтобы капа поплотнее села, можно использовать ватные валики. Так, прикусите немножко. Ну и все готово. Отличное лечение. Никаких ужасных брекетов на самом деле. Ну как вы себя в них чувствуете? Ну, немного чувствуется, конечно, что ты инородная, но... Ну, нормально. Нормально. А улыбнитесь нам, пожалуйста. А говорить удобно? А, ну говорю, удобно, да, очень. Хорошо, сейчас мы проверим, насколько удобно. Сейчас я вам дам книжку. И чтобы все убедились, что это не мешает говорить, вы нам почитаете стихи. С самого начала. Не мысли гордый свет забавить, Внимание дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя. Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты. Спасибо. И стихи хорошие, и капы не мешают. Отлично. Проверим, как в них удобно есть, пить. Вам же интересно? Конечно. Сейчас у нас тоже все готово. У нас есть чай, он не горячий. Попробуйте. Как вам? Нормально? Нормально. Ничего не мешает? Нет, абсолютно. Тогда вот у нас есть морковка. Ой, нет, морковку не удастся. А с морковкой? То есть я правильно понимаю, что пить, когда капы во рту можно, а есть уже нельзя? Пить можно холодную воду, нельзя горячие напитки, иначе может деформироваться сама капа. То есть я правильно понимаю, что на время еды капы снимаются? Да, перед едой обязательно нужно их снять, а потом после еды уже надеть. Капа в красивую коробочку кладется перед едой, можно положить, иначе она может потеряться, выброситься случайно, поэтому капы лучше контролировать их положение. Мы снимаем капу только на момент, когда мы едим, а всё остальное время мы находимся в капе. Да, и когда чистим зубы. И когда чистим зубы. А как мы чистим зубы? То есть как обычно, утром и вечером? Зубы чистим, да, как обычно, утром и вечером, но днём после еды всё-таки желательно зубными нитями прочистить между зубами остатки еды, хорошо прополоскать рот, и если есть возможность, всё-таки щёточкой всё это на лёд убрать. А для того, чтобы сменить капы, мне нужно каждый раз приходить к врачу, каждую неделю? Не обязательно. Мы выдаём комплект кап где-то на полтора-два месяца, вы самостоятельно дома меняете капы, если вдруг что-то вам натирает, что-то беспокоит, вы можете к нам заехать, мы вам всё поправим, проконтролируем, как зубки перемещаются. Ну, как правило, раз в полтора-два месяца приезжает пациент. Очень удобно для тех пациентов, кто уезжает там и на полгода, и на год, и кто учится за границей, то есть они приезжают, забирают капы, и потом возвращаются за новым комплектом капы. И лечение идёт очень успешно. Как я поняла, лучше всё-таки раз в полтора месяца показывать, потому что за это время уже произойдут какие-то перемещения, и надевать следующую капу уже лучше с врачом. Следующий набор, да, у Натальи на 29 кап курс лечения рассчитывает. Поэтому каждые 6-7 кап, она приезжает, мы смотрим, контролируем, и дальше уже по окончании курса мы смотрим, достигли ли мы того перемещения зубов, которое было запланировано перед началом лечения. Если вдруг что-то не сложилось, то мы заказываем новый комплект кап. Ага. Наташ, вы поняли, то есть через полтора месяца вы у Ирины. И сейчас мы посмотрим, как происходит замена этих кап. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Как ваше лечение? Продвигается, слава богу, всё хорошо. Так, посмотрим. Открываем. Вот, закрываем. Сожмите зубки. Мы уже видим, что зубки лучше разворачиваются, и перекрытие оно улучшается. Да, да. То есть не как раньше было в прямом, а сейчас уже появляется больше перекрытия. Поэтому сейчас мы можем уже померить следующую капу. Угу. То есть она как-то тяжелее надевается, да, как-то не очень, непросто. С усилием. Вот можно или... Вот слюна отсос, сейчас пожуем. Малик, или сожмите зубки, вот так немножечко пожуйте, для того, чтобы она поплотнее села. Угу. Всё. Как ваши ощущения? Ну, вообще плотно довольно-таки тянет. Но, насколько я помню, по первой капе отъявление прекращается примерно через 3-4 часа и становится снова комфортно. То есть даже когда меняешь капу со старой на новой, особого неудобства это не причиняет? Нет. Буквально несколько часов, и я забываю о том, что она новая. И вот как вы общаетесь, разговариваете, работаете, это вот никак не мешает? Нет, это абсолютно никак не мешает. Единственное, что во время еды я снимаю, кушаю, опять одеваю, никаких проблем нет. Ну, вот так вот происходит, в общем-то, лечение с съёмными капами. И это, я считаю, одно из самых комфортных для пациента лечений, потому что не страдает ничего ни внешний вид, ни функция. И всё просто и элементарно. Вот я в капе нахожусь 15 минут, и я уже чувствую, что мне тянет и болит. Долго ли продлятся вот эти болевые ощущения? Лёгкий дискомфорт может быть в течение 3-4 часов, но максимум пару дней. Поэтому всё быстро проходит, пациенты к ним привыкают, как к домашним тапочкам. То есть всё постепенно, меняя капы, при каждой новой капе вы будете чувствовать лёгкое давление на зубки. Потому что это перемещаются зубы, и это естественно, что вы это ощущаете. Ну, а чего? На ночь? Не нужно одевать? Да, обязательно на ночь. Капы во рту должны быть 20-22 часа в сутки. Поэтому вот у вас дисциплина больше. Для вас они как раз не в самом лечении, а в том, что вы капы всё время носите, снимаете перед едой, а потом обратно обязательно их нужно одеть. Не забыть, не потерять. Всё зависит от вас, всё в ваших руках. Но это же не сильное болевое ощущение? То есть там нет такой рвущей боли? Нет, нет, немножко такая тянущая. По сравнению с брекетами, я думаю, это гораздо меньше болевое ощущение. У всех разные пороги болевой чувствительности. Бывает, что и на брекете ничего не чувствуют, и пациенты звонят, говорят, а почему мы ничего не чувствуем? То есть и такое тоже бывает, поэтому нельзя говорить, что один метод лечения лучше, другой хуже. Все методы лечения очень хороши, если правильно лечить и работать в нужном направлении. Вы говорите пациентке, что мы снимаем капу, одеваем капу после еды. Мы должны её как-то обрабатывать или мы должны что-то с ней делать? Да, обязательно нужно как и свои зубы всё время держать в чистоте. Капа тоже должна обязательно быть обработана, прочищена, промыта, сухая. То есть тоже тут история. И чем мы её обрабатываем? Для очищения капы можно использовать специальные средства для очищения кап, протезов, чтобы был дезодорижущий эффект, чтобы не было неприятного запаха изо рта. То есть эти средства как раз очень хорошо и тщательно очищают саму капу. Вы можете дополнительно использовать щётку, пасту, потом тщательно промыть, прополоскать саму капу, подсушить и обратно или в коробочку вы кладёте, если у вас какие-то серьёзные мероприятия. Ну, вот так между нами говоря, если что-то вам куда-то надо идти, где-то выступить или... Или на банке. Или на банке, да, то можно эту капу положить в коробочку и как только всё закончится, прочистить хорошо зубки и одеть обратно. Зубная щётка не повредит по капу? Нет, это лёгкое очищение. Так же, как и зубки мы чистим, так же и капа прочищается. То есть мы всё вычищаем тщательно и дальше одеваем. Покажем? Да, давайте. Начнём с чего? Ну, можем самое простое, это корега. Взять, там, может, полтаблеточки или таблетку на полстаканчик. Так, всё это как растворяется, и в неё вот как раз мы чувствуем красивый, приятный запах. Да, мятненький. Вот так. И пузырьки, и красивые, и приятно. Это вот такие пузырьки, которые очищают, дезодорируют капу. Здесь и приятный запах, и очищение идёт. Потом обязательно, после того, как капа побыла в растворе минут 15-20, всё это выливается, тщательно прополаскивается, и можно щёточкой всё это дочистить, все остатки пищи, которые остались уже... Такая она у нас в пузырьках. Да, такая в пузырьках. Видите, сколько пузырьков, то есть это всё изнутри прям вычищается, вымывается. А что там, какие-то остатки еды, мы уже дочищаем просто вот эта щёточка, аккуратненько всё мы можем дочистить. Вообще всё очень легко и просто. Ещё вопросы? Нет. Ну, мне кажется, всё предельно понятно, всё предельно доступно, отличный метод. Мы надеемся, что мы были вам очень полезны. И это лечение поможет вернуть вам просто блеск улыбки, и вы будете улыбаться каждый день. Спасибо большое. Итак, наша героиня сегодня избавилась от страха, а скоро избавится и от своей проблемы. Это была программа на приёме у доктора Ямщиковой. Вскоре мы увидимся вновь и попробуем на зуб очередную стоматологическую страшилку. Спасибо. Спасибо.